Следующее, о чём я хочу с вами поговорить, это новый источник кислорода. Это довольно банальный источник, о котором многие не задумываются. Что такое кислород и как он влияет на нашу жизнь, я думаю, мне не стоит рассказывать, потому что все об этом прекрасно знают. Кислород мы получаем через дыхание, мы получаем кислород, а то можно через маски кислородные, через кислородные баллоны, а также можно через кислородные коктейли. Я хочу вам предложить способ, который поможет вам получать больше кислорода, и это будет бесплатно. Полноценное дыхание. Вы представляете о том, что не все люди дышат полноценно. Есть особый тип дыхания, который позволяет употреблять больше кислорода, и больше кислорода, этот кислород легко усваивается, и ускоряет все процессы в организме восстановительные. Вы задумывались о том, что с помощью дыхания можно ускорять процессы восстановления организма? Вы об этом задумывались когда-нибудь? Представляете, а это так. Полноценное дыхание увеличивает процент потребления кислорода. Это первое, самое важное. Следующее. Улучшает кровообращение в брюшной полости. Потому что если дышать полноценно, то диафрагма массирует органы, которые находятся у нас в брюшной полости, и усиливает их кровообращение, улучшает, и оздоравливает организм. Дальше. Это профилактика здоровых простудных заболеваний. Потому что когда вы дышите полноценно, вы разрабатываете легкие. Вы раскрываете все, вы наполняете легкие кислородом. Потому что обычно, когда мы дышим поверхностным дыханием, мы не используем 100% легких для дыхания. И в легких проходит застойное явление. Из-за этого мы часто болеем. Вот если вы хотя бы 5 минут в день будете полноценно дышать, разрабатывая легкие, вы сможете укрепить свой иммунитет и будете меньше болеть с простудными заболеваниями. Полноценное дыхание устраняет межребрную неврологию. Если дышать полноценно, то ребра, они тоже принимают участие в дыхании и освобождаются от зажима и уходят в боли от межребрной неврологии. Я просто сама сталкивалась, у меня была жуткая межребрная неврология. С помощью дыхательных практик я смогла уйти от этого. Следующее. Успокаивает нервную систему, снимает нервные спазмы с живота. Бывает такая ситуация, когда при нерве учишься, спазм в животе пошел, и вольно, и дышать не как в районе солнечного спутения. Если тут же начать практиковать полноценное дыхание, то этот спазм снимается, и вы успокаиваетесь. Кстати, как раз таки полноценным дыханием йоговским я снимала боль от схваток. И это реально работало, это реально как бы... Все шло нормально, вот если по счету таз раскрылся, все было вообще замечательно, да? И на то дыхание, которое учили для беременных, оно не помогло. А йоговское дыхание, оно прям здорово помогло. Дальше. Полноценное дыхание ускоряет восстановительные и очищающие процессы в организме. Потому что поступает кислород, улучшается кровообращение, и кровь, она своим потоком захватывает все вот вредное, где вот, где что у нас есть, да? И выводит это все. То есть это идет общее оздоровление организма. Когда я 10 лет восстанавливалась, у меня дыхательные упражнения, они шли как обязательные. Причем что я делала? Я подходила, становилась к стеночке, да? Прислоняла, чтобы у меня была на одном уровне пятки, попа и плечи, и голова. Вот полностью прижавшись к стене, я практиковала это дыхание. Как выглядит полноценное дыхание? Вот смотрите, я нашла иллюстрацию, да? При вдохе, вдох начинается, вы расслабляете, надуваете живот. Потом следующее, ну здесь вот это не показано, это я вам расскажу. Потом сейчас, сейчас расскажу теорию, потом покажу на практике. Вот, сначала надуваете живот, да, воздух допускаете, потом раскрываете ребра, прям чувствуете, как они раскрываются. Потом уже вы впускаете и чувствуете, как воздух впускается в грудной отдел. А на выдохе тоже вы начинаете с живота, то есть животом резко выталкиваете диафрагму, потом сжимаете ребра, потом уже опускаете грудь. Вот, два цикла. Вот смотрите, становимся спиной к стеночке, плотно прижимаемся, вот, голова, плечи, таз, пятки. Вот если у вас проблема с осадкой, вот если вы просто даже будете стоять вот так вот 5 минут возле стенки, это уже будет полезно для вашего позвоночника. Если вы будете каждый день это делать, то ваш позвоночник начнет потихонечку выравняться. Вы понимаете, но есть другие упражнения, да, для управления позвоночника. Ну вот, если у вас нет сил делать какие-то упражнения, вот это это вообще самое-самое основное, с чего вы можете начать, да, потому что когда выравнивается позвоночник, все получается правильно, да, ровненько, у вас и кровь по-другому циркулирует, и все. Ну и, еще говорят, если кто-то дает энергию, я верю. Энергия тоже правильно циркулирует по телу. И также кровь правильно циркулирует. Вот. Вот так вот остановитесь, прислоняетесь. И вот в этом положении вы начинаете дышать. Сначала надувается живот, потом ребра, потом грудная клетка. Вперед. Вперед так. Еще вот как раз во время этого дыхания желательно делать через звук. Кто не слышит? Звук. Вы немножко прижимаете основанием-основанием языка, прижимаете к небу, и получается такой звук. Когда вы будете дышать вот с этим вот звуком, да, у вас создается такое, как сказать, как это по-русски, да, то есть получается, когда вы делаете вот это вот, зажимаете вот эту шель, через которую поступает воздух, то у вас больше идет воздуха, и активные открываются легкие. То есть сначала идет вот живот, потом в эту вот часть, обязательно вот первое время можно даже положить руки на нижние ребра, чтобы чувствовать, как ли... Вот, смотрите. Вот, дыхание ребра, нижние ребра. Дыхание желтого. И дыхание только вот в верхнем отделе. Когда чаще всего мы делаем вот вдох, да, неосознанно, когда мы не контролируем свое дыхание, мы дышим, дышим обычно только в верхнем отделе. Говорят, вдохните, сделайте глубокий вдох. Мы делаем вдох только этим отделом. А средние отделы легкие и нижние диафрагмы, они не затрагиваются. Это не работает. Чтобы полностью наполнить легкие воздухом, надо начинать с живота, потом со средних ребек, потом только в верхнем отделе. Вот если вы хотя бы это дыхание будете протековать по 5 минут в день, это уже будет насыщать ваш организм кислородом. Сначала, после первых 5 минут, у вас вообще может быть случиться легкое головокружение, какое-то такое вот непонятное состояние, и это нормально. Так вы знаете, как в горы поднимаетесь, да, сначала вот, когда много кислорода, у вас тоже начинает скружиться голова. То же самое. Прошу прощения, последнее время очень много говорю. Голос сел. Вот. Следующая тоже практика, тоже из йоги, которая вот очищает, если у вас плохо дышит нос, если у вас часто простудные заболевания, есть такая практика, смотрите, ставите вот два пальца сюда, один палец на эту ноздрю, вот этот палец на эту ноздрю, вдыхаем этой ноздрю, выдыхаем этой, то есть один цикл, смотрите, начинаем с вдоха с правой ноздри, выдох левой, потом вдох левой, выдох правой. И считаем, на счет шесть у нас идет вдох, на счет шесть у нас идет выдох. Вот. Вставим и начинаем. То есть шесть тактов вдох, шесть тактов выдох, шесть тактов вдох, шесть тактов выдох, шесть тактов вдох, шесть тактов выдох. И так от 6 до 6, 12, 18 раз повторяю. То есть можно начать с 6, потом 12, потом 18, потом 24 по нарастающей. Тоже можно утром проснулись, да, там сделали какую-то разминку небольшую. И вот дыхание вечером тоже это хорошо успокаивает, прочищает, все, улучшает кровообращение. Вот если вы начнете с этих вот двух дыхательных практик, это уже даст вам прорыв вперед. В практике несложное, это реально эффективно. Простые вещи. Велос, он состоит из простых вещей. Этих компонентов, правда, много, но встраивать надо по одному. Начните с дыхания, начните с употребления чистой воды, начните с дыхания. Это простые вещи, которые реально работают. Вот это дыхание, которое я показывала, брюшное, да, брюшное через вот ребра, когда открываются ребра и вот заканчиваются верхними, здорово помогает, когда какие-то нервные спазмы или еще какие-то такие вещи, да, это вообще здорово снимает. Я этим дыханием отхаживала себя еще, когда, ну, больше 10 лет назад, да, когда я поднималась, и сейчас тоже это сработало. Это вот реально улучшает самочувствие значительно. Спасибо.